всем привет с вами ирина и сегодня хочу показать вам прекрасного малыша цикломена это моя новинка мы обменялись одной женщиной она выращивает цикломены и запыляет их сама я вам рассказывала когда-то тоже что я опыляла свой цикломен и я их развела и их поселила вот половину раздала половину у меня были и мы с этой женщиной мы обменялись она мне свое растение я и свои растения так как у нее немножко растения больше чем моей свои сеянцы вот и еще несколько декоративно-листинных растений вот таким образом мы обменялись у меня получилось вот такой вот красавчик хочу показать вам эти бутоны это просто невероятно она мне напоминает знаете что какую-то кондитерскую конфетку такое впечатление что этот бутончик просто обмакнули в кокосовую стружку потом цветочек будет такими вот знаете зубчиками красивый будет видно что он молоденький молоденькое растение сравнить с тем сравнить с моим то видно по размеру вот такой обмен у нас был я безумно рада позже я вчера с ним бежала минус 5 у нас было или минус 7 я его закутала бежала бегом-бегом-бегом домой чтобы не замерзнуть потому что мороз на улице да вот такие вот кондитерские у меня бутоны кондитерское чудо просто жду не дождусь когда они распустятся цвет должен быть такой бордово-малиновый отличается от моего примерно может как бордово-малиновый в общем будем ждать следующее что я вам хотела показать это моя планцетти она уже стала вот такая вот лысенькая и наташа вот скидывает свои цветочки и листочки то есть этого пугаться не нужно она просто отцветает и у неё будет период покоя что мы делаем мы просто сокращаем полив реже и поливаем и как бы оставляем ее в покое ни в коем случае не выкидывайте вы можете подумать что ваше растение вашему растению плохо или она умирает посмотрите у нее полностью учиться если присмотреться в пазухах тут тут у нее полностью везде живые почки у нее вот эти вот сами и стебли да они все живые вот почечка все почки у нас живые с этих почек у нас весной пойдут новые листики наше растение также можно стричь формировать вот видите каким образом сформирован этот куст то есть изначально он был подстрижен на вот такое вот коротенькое расстояние вот как красиво и было сформировано вот пять вот таких вот победах таким способом мы получаем пушистый куст если мы хотим формировать дальше свою пуансеттию мы ее каждый побег можем обрезать и с боковых почек у нас полезут еще ответвление таким образом мы можем формировать вкус вот эти если при обрезке у нас остается вот эти вот черенки мы их можем укоренять тоже ничего не нужно выкидывать то есть укореняем вперед можно кому-то подари если есть время и желание можно этим заниматься вот свои пуансеттию цветашку я наверно отдам маме чтобы она за ней присмотрела вот чтобы себе разгрузить подоконники дальше видно будем потом будем ее пытаться зацвести в следующий раз вот да зацвести пуансеттию тоже не так уж и просто ей требуется короткий световой день как это сделать если вам будет интересно будем потом пытаться так что да не пугайтесь своих голеньких кустиков с растением все хорошо она не умирает как многие думают не выкидывайте ваши растения да еще хотела показать свою розочку моя розочка пробуждается она уже чувствует что световой день у нас встает больше она пробуждает свои побеги со всех сторон у нас лезут новые свеженькие листики пробуждаются полочки и что я хочу с ней сделать я хочу ее конечно по-другому сформировать я ее хочу обстричь то есть мне вот этого длинная она не нужно чтобы сделать пышный курс я хочу заняться ее обрезкой я подумаю как это лучше сделать и обязательно ее сформирую так что вот такие дела такой у нас был новый цикломанчик очень-очень прикольный так и зацветают мои колонхоя все-все в бутонах жду тоже их него цветения не так классно цветут очень классно цветут и очень долго а и да еще вам забыла рассказать и показать сейчас я наверно поставлю отдельно это наш новый питомец наше новое растение которая приехала вот моей мамы от линкиной бабушки и это алина вырастила сама из косточки этим растением года два-три это лимон кто знает подскажите либо мандарин либо апельсин вот и они достигли того возраста давно их можно прививать тут как раз уже больше двух миллиметров тут вообще древесневший хороший ствол даже и к веточкам наверно можно вот я конечно планирую достать прививки культурных растений и привить если кто-то по украине занимается у кого есть хорошие сорта я хочу лимон мэйра на это растение я хочу привить клементинки если у кого-то есть кто занимается кто может потом по весне когда будет тепло выслать черенки я рассмотрю конечно для любое ваше предложение буду очень рада да вот такой вот лимонная деревца у нас она начала у мамы портится вот эти вот нижние листочки или либо она его пересушила либо я и обработала от паутинного клеща 2 или 3 раза своим препаратом самшей там так что я уже спокойно что мне тут все бог все равно когда это будет прививаться это будет обрезаться что эти листики на красота вот это вот потом не понадобится а такое было деревца такие были новости все всем спасибо за внимание с вами была ирина всем пока пока